Я служусь под охраной особого отдела ФСБ города Уфы в Ашкирии и мои ближайшие родственники уже больше 20 лет и пожизненно. Подробности не буду говорить, от них все знаю информацию. Спецслужбы готовят уже не один год всю банду по всему Советскому Союзу во всех республиках к аресту. И статей им будет всем предъявлено много. Одна из главных статьй – измена родине, а это смертная казнь. Казнить их будут не расстрелами, а будут сжигать в крематориях. Но они после ареста больше трех дней не проживут, и спецслужбы покажут фильм. То, что было в Советском Союзе, то, что они сделали, и после этого их казнят. У нас будет страна закрытая, и будет в стране только государственная собственность и один госбанк. Спецслужбами с привлечением лучших экономистов страны-всихаря от этой банды составлена программа восстановления страны за три года. Будет восстановлено все, то, что раньше было, даже еще будет лучше. Колхозов, совхозов не будет, но будут у нас агрокомплексы. Будут помогать государству скотину людям раздавать бесплатно, чтобы быстрее насытить людей продуктами натуральными. А это все убрать из страны. В течение трех лет наша страна, Советский Союз, откажется от пальмового масла. За зарплату будут больше ста тысяч, но это будет после ареста банды. Первый год будем переходить, мы на советский рубль полностью все будет под Советский Союз сделано. И потом откажемся от этой бумажной, ну, были которые бумажные у нас. И еще, что сказать, у нас образование будет из Советского Союза, но там уберут много лишнего. Из высшей математики там будет убрано, опять в институты. Экзамены в школах дети сдавать не будут, там они не нужны, так замордовали детей уже хуже некуда. Только в институте, когда поступать захочет человек, иностранные языки отменят. Может быть, один для развития детей сделают, или там какой-нибудь язык, и все. Это я не знаю подробности. А будут изучать иностранные языки только в институте иностранных языков, дипломаты и так далее остальные, которые, которым нужен именно будет иностранный язык. Нас за границу пускать не будут, потому что она нам не нужна. И это будет для того, чтобы не произошло опять такое, что захватили опять страну. Страна будет закрытой, как я уже говорила. Еще будет единовременная выплата у нас каждому человеку, включая детей. Одинаковая сумма. И это будет сумма очень большая за то, что мы жили и живем сейчас пока при этой власти бандитской. Люди не виноваты в этом. Компенсация будет. Потом еще у нас в 50 лет мужики и женщины будут на пенсии уходить. Молодежь будет работать. Зарплаты и пенсии будут очень хорошими. Нуждаться в деньгах никто не будет. Вот этот открытый клиник для лечения наркоманов и алкоголиков принудительно. Сами они на это не согласятся. Будет только государственная собственность у нас. Госбанк будет один у нас в стране. И все. Спербанка не будет. Прививки никому не будут делать. Это не будет нужно нам. У нас будет здоровая нация. Потому что от прививки много людей умирает и одни болезни изражают этим. И еще много-много хороших изменений. Много сюрпризов ждет у нас народ. Детские сады, школы. Это все. И больницы, лечения. Все-все будет бесплатно. И то, что у нас операции все делали за границей. Все делать будут операции у нас в стране и бесплатно. У нас будет бесплатно все. Также будут потом детские лагеря, отдыхи. Не знаю, как там правильно будет дальше. И также санаторий для взрослых будут у нас бесплатными. И квартиры будут давать людям бесплатно. То же самое будет. Пенсионеры работать не будут, потому что будут с внуками водиться, помогать детям. А это принесут на небольшую пользу государству и своей семье. Потому что денег у них будет хватать. И вообще будет, можно сказать, рай у нас. Но это все правда. Но мы ждем, вот это все произойдет после ареста этой банды. Ждем. Сейчас, вот, вы выставляли про партизан. Это тоже спецслужба информация отдала. Ушла она. Будут принимать меры. Может, даже партизанам помогут. Может, в это время произойдет все это. Но партизан наказывать никто не будет за это. Наоборот, даже еще спецслужбы им помогут. Они за то, чтобы быстрее убрать эту банду из страны. Они за народ, народов, за Советский Союз, за целостность страны. Но против банды. Так что про ФСБ много-много чего плохого говорят. Но это все неправда. Может быть, есть какие-то отдельные личности продажные. Но остальные все с народом. За народ у них у всех родственники в таком же положении. Дети. И они сами в таком же положении. Чипировать эти прививки никто не даст нам. Будут мы уничтожиться, короче, в это время. Поэтому ожидаем. Скоро. Точную дату не скажут, потому что это секрет. Ждем. И вы ждете вместе с нами всем родственникам, всем знакомым. Рассказывайте всю эту информацию. Все это правда, это правдиво. Чтобы жизнь сохранить у многих-многих людей, нужно все это рассказывать.